Здравствуйте, я Антонио Сентено, основатель канала Real Men Real Style. Господа, сегодня мы поговорим о зрительном контакте. Каким должен быть зрительный контакт, чтобы иметь наибольшую силу, когда дело доходит до убеждения. Общепринято, что если вы всегда смотрите кому-то в глаза, то у вас больше шансов его убедить. Но я нашел одно исследование, которое собирается оспорить это. И в некоторых ситуациях, да, вам необходим постоянный зрительный контакт, а в других, чтобы его было не так много. Перед тем, как мы начнем, господа, подпишитесь на канал, так все видео будут у вас в новостной ленте. Вы не пропустите ни одного из моих скрытых видео, которые время от времени я выкладываю, и только подписчики смогут их посмотреть. Кроме того, если вам понравилось видео, если вы считаете его полезным, я ценю подобное. И напишите в комментариях, что вы думаете. Может быть, у вас есть личные истории, касающиеся зрительного контакта. Мне нравится читать ваши комментарии и взаимодействовать с вами. Итак, это видео основано на исследовании 2013 года, проведенном в Университете Британской Колумбии. И то, что они обнаружили в синопсисе, состоит в том, что да, зрительный контакт влияет на то, насколько мы убедительны. Однако, зависит от того, какой тип вопроса. Спор, длительные переговоры или короткая просьба. Итак, если у вас короткая просьба, да, зрительный контакт делает вас более убедительным. Если вы смотрите кому-то в глаза и просите его о небольшой услуге, как «Эй, пожалуйста, возьми мне» или «Не мог бы ты сделать это для меня?» Смотрите ему прямо в глаза, и вы будете более убедительны. Однако, предположим, что у вас 30-минутная речь, вам нужно донести вашу политику. Вы просто ведете презентацию своей компании. Если вы будете постоянно смотреть кому-то в глаза больше, чем считается нормой, то это будет восприниматься как агрессия. И люди будут склонны пытаться противостоять тому, что вы говорите. Во время исследования в Университете Британской Колумбии, студенты смотрели в глаза докладчика в течение длительного периода. И они также заставили их смотреть на губы говорящего в течение длительного периода. И те, которые смотрели в глаза, чувствовали, что он был агрессивным. Потому что он смотрел на них больше, чем средняя продолжительность зрительного контакта, которая составляет примерно 30-60% времени. Это число больше, если у вас разговор наедине. Меньше, если вы в группе. Но примерно 30-60% времени в значительной степени нормально. Больше, когда вы слушаете кого-то. И меньше, если вы фактически разговариваете с ним. Итак, если они чувствовали, что он чрезмерно агрессивен, они хотели противостоять ему. И они были более устойчивы не только к говорящему, но и к тому, что он говорил. Так вот, почему нам важно это знать и полезно использовать? Если вы собираетесь попросить о небольшой услуге, зрительный контакт шикарен. Иначе, если вы собираетесь разговаривать с человеком более длительное время, и вы не очень хорошо его знаете. Так еще в этом исследовании было то, что они не очень хорошо знали спикера. Если это кто-то, кого вы знаете, и у вас крепкие взаимоотношения, то предпочтительнее иметь более высокий процент зрительного контакта. Но понимаете, в более длительных дискуссиях, особенно если вы разговариваете с группой, лучше охватывать взглядом всю группу, время от времени смотреть на кого-то. Также вы можете компенсировать это улыбкой, чтобы они не чувствовали, что вы агрессивны. Но поймите, что вам не нужно пялиться в глаза людям, потому что они будут чувствовать внутри, что вы агрессивны, и будут сопротивляться вам. Так что, надеюсь, вы нашли это полезным. Я подумал, что это важно, ведь принято считать, что больше зрительного контакта лучше. Но получается, это не так. У меня есть другие видео, в которых говорится о зрительном контакте и личной презентации. Посмотрите их. И если вы хотите прочитать статью, в которой мы написали более подробную информацию, а также резюме исследования, переходите на сайт Real Men Real Style. Я оставлю ссылку на статью в описании. Главное, у нас в Real Men Real Style есть бесплатные электронные книги, где мы говорим о важности личного имиджа и презентации. И вы можете это использовать, чтобы получить от жизни все, что хотите. Господа, на этом все. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok